Добрый день дорогие наши меломаны и аудиофилы! Вас приветствует салон Zenith Hi-Fi. Вот и отгремела маленькая жизнь дождями летними, а мы приступаем к обзору наших свежих поступлений. Не так давно в нашем салоне прошла презентация новой серии, которая называется Rockstars от итальянской компании M2Tech. Компания известна своими в первую очередь цифровыми преобразователями, но не так давно она расширила свой ассортимент и теперь это компания, которая может предложить не только цифровые преобразователи, но и усилители, блоки питания, в скором времени и фонокорректоры, а еще чуть попозже и стримеры. Таким образом на базе компании M2Tech можно построить полностью замкнутую систему, за исключением акустики, но я думаю за этим дело не встанет. Теперь поподробнее о презентации. У нас в салоне были представлены три новых аппарата. Два из них это обновленные версии. Речь идет о цифровом процессоре Yang Mk3. Предыдущая версия Yang была очень популярна среди наших пользователей. Теперь добавлены в новую модель дополнительные функции. Она теперь поддерживает DSD. Новый формат MQA может принимать сигнал по Bluetooth и может выполнять роль предварительного усилителя. К ЦАПу был подключен у нас тоже обновленный блок питания внешний. Модель Wondergraph. Теперь он с приставочкой идет Mk2. И третий аппарат это абсолютно новая модель, новая тема для компании M2Tech. Это стереоусилитель мощность, который получил имя известного рок-музыканта Кросби. На борту усилителя мы видим и балансные, и небалансные входа. Есть возможность переключения его в мостовой режим, есть триггеры. Аппарат по звуку нам показался очень линейным, ровным, без окраски. Сделан он в классе D, но при этом не чувствуется никакой сухой, стерильной, яркой окраски, как это бывает у других цифровых компонентов. Слушали мы все с немецкого сервера компании HFX, это машина с возможностью репования CD-дисков. И слушали мы с разной по нагрузке акустикой. Такой как Clipsch с большой чувствительностью под 100 дБ, с акустикой Rego RX5, с Morell, с компанией NIT Acoustic. С каждой проявил себя по-разному аппарат, то есть здесь уже проявлялся больше характер не усилителя, а именно акустики. Это говорит о нейтральности и ровности подачи самих усилителей и ЦАПа. Наибольшее впечатление произвела нас связка с акустикой NIT. Эти компактные напольнички Yota Alpha впечатлили нас своим масштабом, объемом звучания, особенно при подключении усилителя к Росби в мостовом режиме, на мой взгляд, получилось очень достойно. В целом могу сказать, что аппараты хоть и маленькие, да и удаленькие, с приличным функционалом, хорошим линейным характером звучания, с возможностью апгрейда и перспективного роста. До новых встреч!